Давайте посмотрим, как можно ответить на вопрос, в котором собеседник накладывает на вас какие-то собственные ожидания. Такая Рената, скажите, а как вы боретесь со звездой болезни, например? А у меня... Только не говорите, что у вас ее нет. А вы считаете, что я больна? Молодой человек задает вопрос со скрытым утверждением или с пресс-оппозицией. У вас точно есть звездная болезнь, расскажите, как вы с ней боретесь. Рената, конечно, слышит это первоначальное утверждение и уточняет именно его. То есть бьет в корень вопроса собеседника. Таким образом, она перехватывает инициативу и заставляет уже собеседника подыскивать ответ. Нет, вы знаете, я считаю, что каждый человек, который, допустим, в своей мире, в своем роде он известен и популярен, я считаю, что у каждого такого человека определенно есть звездная болезнь. Вы так не считаете? В ответ молодой человек приоткрывает свою картину мира. Звездная болезнь есть у каждого, и не говорите, что у вас ее нет. Ну тогда я с ней не борюсь. Я предпочитаю болеть и наслаждаться. Рената выбирает путь несопротивления, но при этом не соглашается на 100% с позиции собеседника. Она говорит, я не буду вас переубеждать, пусть у меня будет эта звездная болезнь, но я не буду с ней бороться, я буду наслаждаться. Она меня не пожирает изнутри, она не раковая опухоль. Так она мягко, без конфликта, показывает, что картина мира собеседника не единственная и могут быть разные варианты. Больше приемов для эффективного общения показываю в моем курсе «Сильно сказано». Слуха в шапке. Больше приемов для эффективного общения. Больше приемов для эффективного общения.